Цепной рост цен продолжается на сей раз. Настала очередь расценок на электричество. На сегодняшнем заседании утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Так, бытовые потребители, подключенные к сети Premier Energy, будут платить на 51 бан больше, 3 лея 15 банов за киловатт-час вместо 2,64, как было до сих пор. Жители с севера страны будут платить на 35 банов больше, 3 лея 21 бан за киловатт-час вместо 2,86. Новые тарифы и регулируемые цены будут применяться со дня публикации в официальном вестнике страны. Речь о трех базовых факторах. Повышение закупочной цены на электроэнергию у центрального поставщика АО «Энергоком» почти на 34%, с 3 лея 24 банов за киловатт-час до 4,33. Другой фактор, способствующий повышению цен, повышение закупочной цены на импортируемую электроэнергию почти на 5%. И последний существенный фактор – девальвация национальной валюты по отношению к доллару США почти на 6%. По данным Нары, это уже третье повышение на электрическую энергию с начала этого года. Нынешнее решение было принято в кратчайшие сроки в связи с распоряжением комиссии ПЧС, обязывающим агентство принимать решение в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявок поставщиками. Между тем, Молдавская ГРЭС продолжает полностью покрывать дефицит электроэнергии, возникшей в результате бомбардировок энергетической инфраструктуры Украины и как следствие прекращения экспорта украинской электроэнергии в нашу страну. Об этом свидетельствуют оперативно-технические данные Молдэлектрики. Этим утром план внутренней генерации электроэнергии был увеличен и снижен до нулевой отметки план иностранных поставок. Ранее министр инфраструктуры заявлял, что с 11 октября Молдова полностью перешла на электроэнергию, которую производит МолдГРЭС. Для получения дополнительных 30% электроэнергии, которую мы получали от Украины, Молдова ГАЗ выделил Кучурганской электростанции 900 тысяч кубометров газа на сутки. Спыну также призвал жителей страны экономить электроэнергию, особенно с 7 до 10 часов утра и с 6 до 11 вечера. Продолжение следует... Близких к следствию обыски проходят и у мэра Ханчешского района Александра Ботнаря. В 2018-19 годах по решениям Ханчешской администрации несколько земельных участков были выставлены на торги и проданы по символическим ценам. Об этом также писали журналисты РАИС Молдова в расследовании, опубликованном в конце этого лета. Так выяснилось, что возле Ханчешского леса землю облюбовали 4 городских начальника. В 2018-19 каждый выкупил у мэрии по полгектара сельхоз земли, выставленной на торги. Земли должны были быть проданы по цене около 10 тысяч лев за каждый участок. Мы пытались получить комментарии от самого Ботнаря, но его телефон был отключен. Мы также связались с главой прокуратуры по борьбе с орг преступностью и особым делам Сергеем Руссом, но тот оказался на заседании, а ответственные за связь с прессой не ответили на наши звонки и сообщения. После недельного перерыва оповещения о бомбе снова сотрясли столицу. Около половины 11 утра неизвестный сообщил сегодня о минировании здания суда сектора Центр, расположенного на Аштефно-Чалмаре. На место прибыли специализированные службы и взрывотехники. Здание, прилегающую территорию, оцепили и эвакуировали всех находившихся внутри людей. Специалисты обследовали зону на предмет взрывоопасных веществ, но ничего подозрительного не обнаружили. На прошлой неделе также поступило сообщение о заложенной бомбе в Кишиневском суде сектора Буюканы. Оно также оказалось ложным. По данному факту возбуждено уголовное дело. Автору предупреждения грозит штраф до 42,5 тысяч леев, либо же до двух лет тюрьмы. В Молдове запустили платформу для расчета компенсации на газ, электроэнергию и отопление. Как отметил на пресс-конференции министр труда и соцзащиты Марчелл Спатарь, зарегистрироваться можно будет онлайн или письменно при помощи соцработников, библиотекарей или волонтеров. Для регистрации у граждан Молдовы будет в распоряжении полтора месяца, начиная с сегодняшнего дня. По словам чиновника, компенсационный фонд за первый месяц холодного периода этого года был увеличен практически втрое. В бюджете на этот год уже заложено 816 миллионов леев на компенсации за ноябрь. В целом на холодный период года министерство изыскивает ресурсы, чтобы предоставить компенсации на общую сумму почти 5 миллиардов леев, в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Компенсации будут перечисляться непосредственно на счета поставщиков и отражаться в счетах потребителей за использованную энергию. Помощь будет предоставляться в период с ноября нынешнего года по март следующего. Для заполнения формы необходимы документы, удостоверяющие личность членов семьи, а также счета за отопление, газ и электричество. В случае возникновения вопросов также запущена горячая линия правительства. Классификация категории уязвимых потребителей основана на ряде параметров, утвержденных к обминам, а именно доход, количество членов семьи, доля расходов на энергию в потреблении домохозяйства, а также тип, используемая система отопления. Цепные подорожания возвращают нас в прошлое. Напуганные возросшими тарифами на газ и электричество, все больше молдаван предпочитают отапливать свои дома с помощью печей. Подтверждают это и печники. Говорят, что заказов у них сейчас стало намного больше. Причем среди клиентов не только сельские жители, но и горожане. Смазываются все стороны кирпича, когда его укладывают не только одна сторона. Елисей Писико работает печником более 40 лет. Первую свою печь изготовил у себя дома. С тех пор начали поступать заказы. Сначала от соседей и родственников, затем дело расширилось. За плечами. 64-летнего мастера без малого тысячи печей. Когда строишь печь, нужно все рассчитать, чтобы на топку уходило меньше дров, чтобы хорошо грела печка и была экономичной. Раньше люди так не умели, делали по старинке. Вот такая была хозяйская печь. Больше нет. Но, как вы видите, у нас есть часть с той стороны. Мужчина говорит, что печник – профессия не из легких. Ведь на плечи мастера ложится не только то, насколько тепло будет в доме, но и безопасность людей. Поэтому каждый сантиметр, каждая деталь имеет колоссальное значение. Печка – как бомба в доме, если не умеешь ею пользоваться. Вот, например, те, кто закладывают туда ореховую скорлупу или опилки. Да, так можно делать, но огонь надо постоянно поддерживать. А когда видишь, что он потух, надо снова поджечь. Потому что белый дым, который будет идти после потухания – это газы, и они взрываются. Елисей Писико изготовил более 70 моделей печей в зависимости от предпочтений владельцев. И даже если он умеет делать всевозможные формы, есть некоторые правила, которые нельзя нарушать. При строительстве я сначала смазываю стены, а потом кирпич со всех сторон, чтобы не выходил дым. Затем укладываю между остальными, пока не будет на одном уровне. Раствор должен выйти со всех сторон. Собираем, потом кирпич надо утрамбовать хорошо, чтобы он улегся. Хотя и построил множество печей, как в стране, так и за границей. Мужчина не помнит, чтобы когда-то у него было так много заказов, как сейчас. Обращаются, потому что недостаточно денег оплачивать счета за газ. Что касается дров, это уже на усмотрение. Кто хочет, может побольше, кто хочет поменьше. Но в основном обращаются, потому что боятся, что не будет газа. По данным Национального бюро статистики, большинство жителей Молдовы свыше 680 тысяч семей отапливают свои дома дровами или углем. Еще 285 тысяч природным газом, а 165 тысяч имеют централизованное отопление. Редактор субтитров А.Семкин